Привет! Привет! У Антона пропала сестра, работавшая горничной в доме отдыха. Он решил самостоятельно ее разыскать. Антон устроился разнорабочим в дом отдыха. Вскоре у него начался роман с хозяйкой заведения Светланой. Расследование Антона продвигалось. Возникла версия, по которой сын любовницы убил сестру Антона, а Светлана помогла избавиться от тела. Антон сообщил об этом любовнице и предупредил, что намерен вызвать полицию. Антон, подожди! Почему ты меня не видишь? Должна с ней поговорить. Подожди, ты все испортишь. Ленка? Ленка! Антон! Я так за тебя волновался. Куда ты пропала? Давай я потом тебе все объясню. Ты что тут делаешь? Как что? Тебя разыскиваю. Ничего не понимаю. Сизова нашлась? Может быть, мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? Да, я могу объяснить. Как раз хотела поговорить с вами. Я жду ребенка от Влада. Я жду ребенка от Влада. Тварь. Препривью! Антон! Антон, прекрати! Мы любим друг друга. Любите? Да. Рыбачок, выловил все-таки? После того, как первый шок прошел, мне все-таки пришлось поговорить с Еленой. Оказалось, что, когда она забеременела, и Влад узнал об этом, он хотел отправить ее на аборт. Она собрала все вещи, никого не предупредив, исчезла, не стала прерывать беременность, наоборот, выждала, пока пройдут все сроки, и теперь вернулась, чтобы сообщить Владу о том, что у него будет ребенок. И что сказал на это мой муж? Что теперь он даже рад возвращению Елены, и ему стыдно перед ней, потому что это именно она спасла их будущего ребенка. Мы с Владом неплохо проводили время, а потом вдруг поняли, что любим друг друга. Это от большой любви он предложил тебе сделать аборт. Он не хотел ребенка от любовницы, а от закона же не хочет. Заткнись. Хорошо, хорошо. Последний момент, финансовый. Мне нужны деньги, и сумму мы с вами обсудим позже. Плюс ежемесячные выплаты. В этом случае мы с Владом не претендуем на этот дом отдыха. А если я откажусь? Тогда мы пойдем в суд, и вам придется продать его, и отдать половину причитающегося Владу. Решайте. Да кто ты такая вообще? Ты мне еще будешь условия ставить. Пошла вон отсюда! Пусти меня! Пусти! Пусти меня! Что здесь происходит? Она хотела меня избить! Пойди! Замечательная у тебя сестра! Скажи, ты ведь с ней заодно, вы все специально подстроили? Сначала она ложится под Влада, а потом ты клеишься ко мне. Я нигде не ошиблась. Ну а что? Одна половина дома отдыха Ленки, вторая мне. Хорошо придумали? Уходи! Прости, Свет, я это от обиды сказал. Пошел бы он отсюда. Ленка, нам нужно поговорить. Я хочу присутствовать Да, дорогой, конечно Хорошо Пускай хрыч послушает, что я о нем думаю Он не хрыч Да Лен, тебе всего 19, а ему 50 Ну не любовь это Ты просто на дом отдыха позарилась, вот и все Нет Я его люблю Слушай, отвали, у нас все будет прекрасно Хорошо, ухожу Но только на прощание тебе морду набью За то, что к молодым девочкам Под юбки лезешь Я тебя умоляю, нашелся мне Поборник морали и нравственности А ничего, что ты с чужой женой спал Я же все знаю Что ж ты не пришел-то со мной разбираться, а? Зачем мне женщина, не первой свежести У меня Леночка есть Антон, уходи Ты всегда портил мою жизнь, всегда Дура ты, Ленка Ты нормально Ну ничего, все До свадьбы заживет Антон собрал свои вещи и уехал из дома отдыха в тот же день Я еще неделю пыталась выразумить мужа Объяснить ему, что требования его любовницы невыполнимы Дом отдыха находился в залоге Сезон оказался пустым Клиентов можно было по пальцам пересчитать Но разве это волновало Влада? Он как будто меня не слышал Он твердил одно, что устал от меня Что теперь хочет пожить нормально, в свое удовольствие Нормально? А как он жил до сих пор интересно? Прилипал, гад В общем, я поняла Что потеряла свой бизнес Ключи от кабинета Тут все Влад расскажет тебе, какой ключ от чего Я разберусь, не тупая Ну что ты, ты просто умница Кто бы сомневался Надеюсь, я тебя больше никогда не увижу Иначе я за себя не ручаюсь А ты меня не пугай Плевать он на твою фурку не хотел Когда мы с Владом все это продадим У нас будет столько бабла, что... Подожди, а разве Влад не рассказал тебе про кредит? Дом отдыха находится в залоге И если выплаты не будут поступать То банк отберет его Так что старайся Засучи рукава и вперед А у тебя получится Ты была неплохой горничной Ты что такое говоришь? А в доме отдыха Отдыхают все, кроме директора Я бы посоветовала тебе Обратиться за помощью к Владу Но он разбирается только в рыбалке Как я тебе сочувствую, дорогая ПЕСНЯ ПЕСНЯ Фух, еле успел из офиса вырвать Какого офиса? Из моего А я прям чувствовал У меня совещание И я тут говорю Ребята, стоп И сюда рванул Представляешь? А тут ты идешь Давай чемодан Какое совещание? Антон, откуда у тебя такой автомобиль? Что вообще происходит? Антон! Это все не важно Потом все объясню Как-то не важно Я тебя не узнаю Ты кто такой вообще? Надеюсь, твой будущий муж Цвет Что? Я очень сильно тебя люблю Антон и Светлана сыграли свадьбу Позже они выкупили дом отдыха у Влада Антон помог своей сестре деньгами Но заставил получить образование И устроиться на работу После рождения ребенка Сестра Антона бросила Своего великовозрастного мужа И вышла замуж здоровьем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok